Вопрос о детях войны снять с повестки. Первое, за что сегодня проголосовали депутаты. Справедливая Россия предлагала расширить закон и закрепить льготные 400 рублей за детьми войны, которые других выплат не имеют. Проект отменили по финансово-экономическим основаниям, но депутаты оперативно поддержали другую, новую категорию – предпенсионную. Сохранение региональных льгот, привязки их не к выходу на пенсию, как у нас есть сейчас, а к тому возрасту, который сейчас есть для выхода на пенсию. То есть 55 лет для женщины и 60 для мужчин – гарант получения коммунальных льгот и выплат для ветеранов труда. Сегодня депутаты окончательно оставили в прошлом открепительные для выборов. Губернатору продлили время для итогового отчета с января до второго квартала года. Историческим Александр Романенко назвал закон, по которому все госпрограммы будут утверждаться не только в Госдуме, но и в ОКЗС. Я призвал своих коллег, что мы теперь обе ветви власти будем одинаково ответственны за утверждение программы, а самое главное – за их выполнение. Неожиданно спорным стал земельный вопрос. Теперь перечень объектов, в которые может выделяться земля без торгов, стал шире. В список попали хранилища ТБО и газозаправки. В ходе обсуждения депутатов смутила торопливость. Принять закон авторы предложили сразу в двух чтениях. И финансовый вопрос – по проекту газозаправка стоит 10 миллионов рублей. Газомоторная станция, минимальная стоимость проекта – это порядка 150 миллионов рублей. Давайте не путать вот с теми бочками газовыми, стоят которые там где-то в пригородной части, на трассах. Первое – закон нужно принимать. Второе – в двух чтениях инвестор есть. Что еще нужно? Вчера на фракции задавались эти вопросы. Кто инвестор конкретно? Нам ответа вчера не дали на фракции. Ну реально не дали ответа. Сказали, что вот все обсуждается. Сегодня появляется инвестор. Да он за день появился что ли? Несмотря на предложение доработать проект, большинство все же одобрило его во втором чтении. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости.